ребята привет с вами cats on nico сори амба за мой голос я тут приболел немножко сегодня я бы хотел вам рассказать о такой игрушке как space land разработчики пишут что это невероятно динамическая пошаговая стратегия возрождающая традиции xcom инку бэш и лазер squad возглавьте команду самых отчаянных бойцов крушить инопланетных монстров и раскройте тайны затерянной планеты игрушка вышла 1 октября 2 19 года я ее купил 2 октября но сейчас вам покажу история покупок купил за 251 рубль меня там был получается купон на 20 процентов и сама игра с 10 процентной скидки но она сейчас данный момент также и осталось игрушку я давно заприметил и ждал ее то есть наблюдал и надеялся что будет замечательный проект но вышло все иначе кстати по гифкам и так посмотрел ну вроде прикольно что-то наподобие xcom до такая тактическая стратегия с инопланетянами всякими фишками приколюшками также мне чё тут вообще зацепило помимо того тут здесь кстати не убрали огонь и власти jacket alliance и xcom вот именно игрушка меня подкупила тем что в описании указано было две вот эти игрушки что она типа похоже на jacket alliance это в русской локализации отбука огонь и власти и xcom это офигенная игрушка из-под dos она кстати у меня такая библиотеке кстати есть вот они у меня все короче есть так дело в том что разработчики оказались тортуга team вот их на сайт это короче русские разработчики кстати лазер сквад ну помимо огонь и власти xcom они сразу сравнивают их творение с этой игрой она выходила на за их спектруми там амига командоре 64 в досе но досе тут она немножко пободрее чем на за их спектруми ну кстати у меня такая штука и тоже была на данную игру я не играл но если бы она мне попалась меня бы она в то время очень заинтересовала вышла на 88 году вот это именно досовская версия такая тактическая немножко на xcom похоже а вот это она за их спектром до раньше так игрушки загружались особенно с аудиокассет команду собираешь так я понял свой расставляешь и выполняешь различного рода тактические действия то есть нападаешь что на супостатов инкубейшн она вообще 97 года но это тоже такая себе тактика но я не знаю таками тоже не игрушки не попадалось какой-то командой чувачков управляешь это же там крушишь мечешь супостатов пинаешь их по яйцам там и кому интересно может посмотреть что по поводу огонь и власти в первую часть я не играл она вышла в девяносто четвертом году от серти часов твр я начинал познавать эту серию игр да это именно серия игр джак итальянцы со второй части там уже более поприкольнее прям вообще она прям в то время зашла только так здоровье вот короче нанимаете наемников питания и вам приходится короче типа как бы отвоевывать кусочки карты вторая часть там что-то с террористами связаны очень прикольно подготавливаете своего героя закидывать ему всякие предметы кстати русский чувак иван ну то есть оружие шлемы шапки броню ножи и кстати прикол еще такой у каждого наемника свой характер то есть какой-то чувак допустим этот иван вообще дебил ну как но не дебил то есть постоянно то кренится в атаку там надо кому-нибудь завалить есть чувак короче как-то я уже не помню его зовут типа наркомана то есть если ему короче он там деньги находит он может либо там себе наркоты купить и либо вообще там у него растрой расстройство всякая то есть ну ломка будет если не найдет наркоту некоторые чуваки вообще совместно играть то есть не хотят ну как играть то есть если вы выбрали допустим двух чуваков они друг друга не любят и начинается у них там ссоры там то это не отказываются стрелять то они там допустим какого а кстати до озвучка вы персонажи вот слышите хорошо хорошо иван говорит у каждого своя то есть на своем языке они там болтают вот собственно спек нам может открыть дверь но у нас здесь дверь откроется ключ спек с этих крутой чувак он попал взломом и по всяким этим штукам в общем игруха крутая вторая часть еще круче всем советую по поводу xcom а кто не играл это тоже офигенная тактика но она вообще как бы первая часть называлась юфа типа уфа и не имела номерного знака и тут уже боретесь с инопланетянами это мне уже как бы более более нравится игрушка not вообще игры как бы на любителя но у них много фанатов давайте перейдем к самой игре кстати xcom тоже девяносто четвертом году вышла разработчиков то чуть общей дохренишь и ну и давайте наконец-то уже перестанем болтать и перейдем к самой игрушки такой неброский интерфейс настройки общая минималочка оконный режим fps громкость звук ну и собственно сами титры ничего такого не заурядного языков короче 15 языков это уже как бы да нормально корейский китайский есть даже японский туркменистанский какой-то тоже разрабы потрудились уже вам сюжет вообще какой-то банально тупой глупая в когда игру включил смотрю какие-то космические рейнджеры к это там по крушению в какой-то прошло типа этот маячок сос там горит на планете типа давай там наших два чувачка день это вот отряд джим и старпер барретт блин типа а давай приземлимся таки типа посмотрим что там за фигня ну короче начали приземляться и сами разбились в итоге тут чем у них вообще никакой статистики нету тут они чем муж с меж собой могут болтать вот что это смотрите броня основное оружие малое оружие все все какой-то урезанный x ком чего них для чего это не написали джи тагоне власти этот x ком и остальные сравнения на 1 нормальными игрушками тут смотрите вот что это такое инопланетянин какой-то непонятным скафандре вообще not в его там была прикольная как она не энциклопедия называлась в педи этих тип того там вы рассказывались были картинки всяких этих инопланетян тарелок очень много чего интересного было написано тут что за хрень что это что это такое вообще что за яблоки погрызаны записи дрона складе базы обнаружен большой запас провианта что это за херня что я дал 200 много денег давайте покажу вот барретт кстати забыл у меня же завалялась славная ручная граната моя кроха где же ты пропадала пригодишься нам бою джимми ну ты даешь может забыл и про ту десятку кредитов что я тебе проспорил ха еще чего и кстати это было двадцатка а потом мы наблюдаем такую охренительную загрузочную экрану так соревщик сказал что зверюга где-то в дальних залах один из нас едет счет а другой при кончат со спины убегать от злобной космической твари вот чего мне не хватало все эти годы да ладно тебе иногда приходится трясти жирком справа панель открывающая дверь и помнишь еще как кнопки нажимать боишься любой электроники после того случая со шлюзом на трансмут вообще зачем я это читаю что это за дебильные диалоги граната новая экипировка но это понятно урон в области девяти клеток вообще бы какую-нибудь сделали бы не знаю пособие кнопку нажимаешь все там по гранатам по оружием как нормальных игрушках подобного жанра в расписано кстати он тоже электроника пользуется там просто понтуется ну вот у нас есть закрытый навык это короче глаз а кстати по поводу кнопок управления вот так нажимая единственная понял вот единицу нажал это вот это вот контратака короче если нажимаешь надо типа пасти эту сторону если кто-то шевельнется он начнет откроет огонь это все понятно он как бы интуитивно понятно да вот в с иди перемещение по карте все тут нету сдаться громкость где кнопки какие кнопки нажимая на шелчу отвечает ну пнуть это понятно только я не понимаю зачем здесь к примеру в xcom или jack-italianse можно было разбить стекло там пнуть в ружьем ударить и залезть туда то есть это имело смысл здесь зачем оттолкнуть противника назад там насколько на две-три клетки очки хода два штуки наносит 5 урона и толкает цели крошечная мало то есть вообще не знаю на давайте кинем гранату ладно давайте подойдем сюда кинем гранат сюда что это было только что камера вниз уползла ладно давай ты пойдешь сюда то есть если по зеленым клеткам он может по ним стрелять ну то есть я вот сюда встану могу навести атаку если на белую встану все и не смогу вот эти вот я так понял красный оранжевые штуки да это наши тип очки нет где вообще наши эти найдите спасите бойцов вот эти ромбики это чё очередь в очередь я могу все трупик вот эта штука это оттуда зону зомби хотел сказать трещина потом потихоньку шубаршится да вот чувачок вылазит вообще-то кто это далеко 29 урона кто эти непонятные космажоры можно так стрелять в этого дробаш все вот этот вот ящик с патронами патрона вы никак нигде ничего не купите только находить ящик с патронами что за тупость всех же ксенонавтов сделали тупо бесконечные патроны гранаты но и всякие всякого рода штуки давай сюда поле а ты но не знаю сюда иди потом задав стал вообще бы какой-нибудь крит можно было провести игрушка как бы я так понял она оказывали на что ли вообще не понял почему я им-то стрельну давай сюда да по ходу дела вот эти вот штуки оранжевые наши патроны сколько очков действий сейчас посмотрим а отрядчика действия вообще этот все сейчас вот сдохнет из них вот этот ифтиандр все оля удон этого мы добиваем и берем патроны но и тут в чем фишечка заключается что якобы сейчас я вам покажу этот доходил его этого чувака убивал типа игровая фишка такая вот у него сзади такая кислота он делает по по-моему по два хода до 1 и 2 до на две клетки он двигается в четыре направления прикол в том что один отвлекает его а второй тупо мочит ему по спине он на пробел допустим пропускать ход можно было но то есть я сюда встану можно было и так убить его то есть особо такой логике принимать думать то не пришлось и вот так вот ходите открываете новые локации здесь вот скрыто к примеру если вы какие-то скрытые локации открываете там находите какую-то ерунду и вот помните был описание с яблоком с провиантом типа отчет дрона там по провизии вообще ну хероборы полная ну и в итоге вам нужно там вот мы этого чувачка допустим нашли да там вот задание идите к выходу теперь отправляетесь выход у нас тут я принципе могу мог бы панель открыть нажать на панель и тут короче чуваки такие по два штук еще вылезет давай нажми либо либо мы можем вот так вот пробежать и чух короче сделать вот так ну пусть они его немножко я не знаю пока цует нет и кстати я по-моему вот через них не пройду ну ладно хрен с тобой пусть ты будешь вздохнешь посмотрим что из этого получится уровень пройденут какие-то на монетки дают как ерунде стеку вообще интерфейс минимальный такой все так я марку все нормально с нами разговаривать все живы и здоровы с улыбкой на лице таки даже совсем не мертвые ну что-то нам там по наговорили в общем игруха видите какая мне вообще прям не понравилось такое говнище честно говоря кстати вот по поводу облегченного интерфейса и вот все этой облегченной заморочки я вам сейчас покажу к чему и почему так сделали кстати у разработчиков данной игры еще есть брэйф лэнд это совершенно бесплатная игрушка то есть в стиме google play appstore кстати хвалят прикольные говорят все дела мы поняли на к чему я клоню это вообще вот вот appstore space land вот она на айфоне можно играть на ипаде и даже вот на телевизоре то есть изначально эту игру разрабатывали для мобильной платформы поэтому она такая как бы урезаны в плане настройках и в плане заморочек никаких статистик героев нет вообще ничего еще какая-то выкидыш какой-то обрезанный ну типа головоломки там всякие есть да по скриншотом я посмотрел вроде ну прикольно игрушка то есть стадии выхода когда она еще была то есть на стадии разработки это можно было сделать предзаказ я думал что-то крутое будет но к сожалению нет забыл добавить то что на этот мне круче полчаса играл 0 8 часов чуть больше получаса до написала негативный отзыв зачем мне как бы врать если мне игра не понравилось да то есть я пишу правду или листить нашим разработчикам картинка конечно ничего такая но геймплей мне не понравился и хоть я заплатил не такие большие деньги на то мне 250 рублей получилось там округлить до 260 мне лишний хлам библиотеке как бы не нужен и поэтому я буду делать возврат средств сами понимаете да тут у меня вот 547 плюс 1 вот такой вот хламе и как бы мне особо ты не нужно поэтому поэтому будем избавляться от этой игрушки лучше играйте ксенонавтов или влучшенную x ком называется open x ком намного круче там более проработание а посовременнее это ксенонавты кстати скоро выйдут ксенонавты вторые а кстати ксенонавты нужно устанавливать сейчас покажу желательно community edition то есть выбирать у здесь вот там кстати установится можно русификатор поставить будет и уберется тупость интеллекта искусственного и добавится множество различных карт ну и всяких приколюшек штучек которую добавят разнообразие в игру очень мне понравилось прикольная штука и играл начинал играть в пиратку потому что только для нее был русик точнее в основном играл в пиратку потому что то для новых версий ксенонавтов не было на русификатора кстати да еще раз повторюсь выходит вторая часть ксенонавтов еще рекомендую сделать предзаказ на феникс point кстати феникс point выйдет изначально в epic store к счастью для кого-то или несчастье но я в общем сделал себе предзаказ также как и cyberpunk где он у меня тут вот у меня тут просто за регистрацию я давно регистрировался мне тут бабло было на этом epic аккаунте круче феникс поэт офигенная игрушка ну реально да похоже на x-com то есть уже новые x-com можно отстреливать различные конечности и такие монстры прикольные типа как этого что-то к тухлу похоже это кита морские существа непонятные но выглядит очень круто и кстати кто делал предзаказ на сайте в разработчиков там уже доступна демоверсикс цене кстати невысокий всего всего ничего 900 рублей и такой игры и кстати в разработке участвует чувак который не помню точно не буду врать он там как вот попал по пандополус или как он участвовал в разработке 1 x-com на серию f-o в общем я смотрел обзоры ты демки при альфа версия такая так сказать и она очень крутая согласитесь не то что это было как он там называет 100 также имеются всякие эти транспорта захватчики прикольно общину кстати русский язык будет поддерживаться не знаю выйдет ли данная игра в дне epic store но по не знаю почему можно можно здесь приобрести ее я против epic store ничего не имею против автология сорян да вот какие то тоже да таки крабы не правы непонятно какие-то моллюски в общем ждем она вот-вот-вот должна же вот в декабре выйти пред новым годом будет чем заняться так сказать но все с вами был к цунеку еще раз не подумайте что этом балкаш пропит и какой-то я просто приболел у меня голос немножко понизился но вот всем удачи не болейте я так сказать вот вот Продолжение следует...